картинка будет немного засвечивать ну потому что черная пряжа здравствуйте дорогие друзья начнем с этого блога у меня как таковых сейчас на канале не бывает но у меня есть готовая работа я хочу с вами поделиться такой радостью можно сказать небольшой работа была связана заказ дам вам небольшие расчеты это мужской джемпер поэтому полезная информация тоже будет и также поделюсь тем на что я обращаю внимание то что мне нужно в работе при вязании на заказ то есть при вязании не для себя где могу примере посмотреть как это все сидит хорошо или плохо то есть понять какая длина рукава тело мне нужно а именно когда мы вяжем на заказ и на что я обращаю внимание и так этот джемпер мужской здесь был один очень важный момент чтобы это был джемпер чтобы не свитер чтобы не была высокая горловина а вот такая здесь двойная горловина связана я уже как бы показывала мастер-классе как я вижу это самый простой и самый элементарный вариант обычный реглан но мне очень нравится здесь пряжа я уже не раз из нее вязала также вам покажу это элизе альпака твит вот такая ниточка здесь два цвета кстати вы сейчас тоже все увидите вот смотрю что вам не видно но покажу 100 граммов 250 метров серый цвет 196 черный он черный идет номера к сожалению меня нет спицы рекомендуют по 4 до 5 крючок от 2 до 4 15 процентов шерсть 15 процентов альпака 5 процентов вискоза 65 процентов акрил вот я сейчас даю вам эту информацию понимаю что она в принципе вам и не пригодится потому что данный артикул снимают производства с продаж то есть распродают то что есть но уже как бы новых поставок пряжи не будет конечно очень жалко обидно печально и вот сегодня я читал комментарии тоже с вами поделюсь что мне писали за эту пряжу связали вроде бы как бы шапку видим дат видовый эффект есть и там знакомые наверное мимо проходящие рекомендовали девушки убрать что-то прицепить прицепилась такая смешная ситуация конечно я бы никогда до этого не додумалась чтобы подумать так так вот я быстренько достаточно его связала здесь тоже был один важный момент который я не смогла выполнить это связать как можно быстрее наверное я вязала его два месяца но только нет данный джемпер а как бы другой вариант следовал и мне не понравилось там пряжа это лиза суперлана ки крочет знаю что неправильно говорю крочет просто не могу вспомнить как мне говорили правильно и не хочу на этом застрять внимание потому что пряжа мне не понравилось и вряд ли что в ближайшее время я буду из нее вязать а так вот у меня была эта пряжа вот я помню что у меня была целая упаковка но в итоге когда я уже вырезала всем а я сначала связала реглан набрала петли на подрезы довязала вторую моточек и когда я довязал второй моток я стала вязать рукава и вот с рукава у меня там немного еще осталось и поняла что на тело чтобы его дать мне не хватит и стала искать пятый моток я его искала и оказывается что я забыла прошлом году на прошлом году я вязала себе такой полосатый джемпер очек тоже в технике реглан обычной классический и там как раз я вязала горловину из одного матка вот данного артикула я конечно об этом совсем не помню а когда решила вязать все таки из этой пряжи но слава богу что у меня была еще вот такая серая ниточка вот вам покажу мне кажется хорошее сочетание мне нравится как получилось и я не столь то есть я не расстроена что я не пустила где-то там на рукава тоже только по телу лаконично просто и красиво но мне нравится как вышло я думаю что будет намного хуже и что здесь немаловажно что в сером цвете такие же крепления как и в черном то есть как бы все закономерно и красиво выглядит так у меня расход вязала принципе должна была вам сказать в самом начале я вязала на размеры l xl но где-то 50 52 размер вот так выходит 50 52 54 где-то что-то примерно потому что здесь свобода облиганий что здесь мне нужно было мне нужно в самом начале это конечно горловина сколько петель набирать но стандартно да я рассчитывала на 50 на объем головы 54 сантиметра ну плюс минус да ну не может быть там голова прям сильно большая поэтому на 54 сантиметра у меня вообще никаких мерок не было вот принципе вообще то есть я примерно понимал какой мне размер нужен и дальше мне нужно было определиться какую регланную линию ну какую высоту регланной линии мне нужно связать я полезла в интернет забила таблицы я поделюсь этой таблицы еще в телеграме вы можете найти ссылку в описании под видео чтобы она у вас тоже была вот здесь вам нужно будет связать какое-то изделие не для себя или не для ребенка который постоянно под ногами путается бегает то есть не на кого померить то эта таблица вам пригодится потому что регланная линия играет важную роль потому что отталкиваясь от нее мы распределяем прибавки до сколько мы можем сделать прибавок если мы конечно свяжем там 17 сантиметров регланной линии на мужской джемпер да то мы не сможем выполнить нужные нам прибавки конечно да мы сможем из там чуть ли не в каждом ряду будем делать эти прибавки но это смешно конечно согласитесь поэтому нам нужно четко знать какую регланную линию мы будем вязать поэтому меня регланная линия 27 сантиметров и я прибавки дело в каждом втором ряду вот так я решила что в каждом втором ряду и если вдруг что-то подрезами доберу так давайте посмотрим по расчетам я немного продвигусь покажу вам возможно вы захотите связать такую модельку потому что она вяжется элементарно просто его знаете это на тот случай если мужу там родственнику нужен быстро джемпер теплый вот холодно все нужно вязать и вы не знаете куда бежать что делать вот это самый отличный вариант почему потому что пряжа у нас уже сама по себе самодостаточная вам не нужно придумать никаких узоров вам не нужно там вывязывать эти страшные сложные схемы ну смотря конечно еще какой узор бывает а просто лицевая гладь и уже все красиво выглядит и так смотрите джемпер вязала на размеры lxl это 50 52 54 сантиметра ушло 450 грамм моя плотность это если уж вам сильно понадобится в 10 сантиметрах 17 петель 25 рядов и исходя из этого в одном сантиметре 1,7 петли и 2,5 рядов выходит так на горловину я набирала 104 петли на регуанной линии у меня уходит по 2 петли это в общем 8 петель на регуанной линии и на спинку 29 петель на перед 35 петель и по 16 петель на рукава у меня две точки 3 извините 3 точки разворота по рукавам это раз то мы понимаем да и по три точки по переду выходит а как я распределяла петли по рукавам у меня первая группа 6 петель потом 4 и снова 6 петель извините здесь я перепутала так местами вот здесь правильно это так спешила 66 и 4 вот так можно конечно и вот таким образом это никак не повлияет на ваш росток вот от слова совсем то есть главное чтобы все симметрично было да если здесь 4 то и значит тут должно быть 4 нужно будет исправить но я принципе сейчас это могу и сделать хорошо чтобы стала карандашом так 6 и 4 вот так получается по переду три группы из 4 петель вот так выходит а я связала росточек росточек у меня неплохой хорошими принципе достаточно его и дальше у меня идет регланная линия 27 сантиметров то что и по таблице получается так вот такая регланная линия все аккуратненько все красиво конечно черный цвет это все засвечивает все засвечивает я бы даже и не пыталась это все снимать вам просто бы отдала и все но я хочу в этом году как можно больше выпускать видео описание бесплатно чтобы были на канале на каждую мою модель что я вижу чтобы вы могли повторить если у вас вас появится желание или вдохновение так у меня ширина горловины 18 сантиметров не обращать внимание что здесь только пол джемпера да то есть должно быть как бы 9 сантиметров но я вам покажу чтобы вы не путались вот вот этой точке до этой у меня получается 18 сантиметров выходит так как прибавки дело в каждом втором ряду на подрез набирала по 8 петель получается у меня полуобхват ширина я ширину всегда измеряю вот сразу после подреза у меня получается 58 сантиметров если полностью обхват это будет сто шестнадцать сантиметра высота тела от подреза и полностью к низу вместе с резинкой 38 сантиметров самарис и резинка шпять шесть пять сантиметров вся высота от плеча да я измеряю сразу вот . после горловины вот вот этой точки и пускаю сантиметровую ленту к низу вот сюда у меня получается 62 сантиметра по рукаву по рукаву от подреза от подреза и до конца манжета 47 сантиметров сама резинка 5 сантиметров ширина вот сразу в этом месте у меня выходит 22 сантиметра то есть полуобхват вообще нет ничего сложного я же говорю если вам нужно вязать на человека которого нет рядом возле вас которое вы не можете снять мерки и возможно даже вам не могут прислать эти мерки но по каким-то причинам дань не понимают как их сделать то вы можете взять таблицы в интернете конечно еще такой вариант я вот сегодня думала как можно было еще поступить я всегда если мне приходит заказ на какую на какое-то изделие я ну да плечевое да именно плечевое я прошу уже покупную вещи данного человека для чего для того чтобы снять мерки и уже по ним сделать расчет какие мерки я могу снять все любые и ширину горловины и регланную линию даже если там изделие не регланом связано шириной рукава длину рукава длину тела все могу снять допустим у вас нет например человек дал далеко живет у вас там нет времени на пересылку там изделий вещей да вы можете пойти самый обычный секонд хенд самый обычный и купить самую дешевую вещь но нужного вам размера мы знаем да бирки есть размеры есть взяли все купили сняли мерки и связали это знаете как на худой конец вот как я говорю это вот самый такой вариант если уже не как а вы прям переживаете что не свяжете и не получится у вас сделать расчеты без изделия или без человека это вот моя рекомендация лично от меня сейчас я знаю есть там доброжелатель меня на канале они бывают появляются я конечно сразу и блокирую потому что из-за это сказать неуместных комментариев просто во-первых мне не хочется отвечать и во-вторых мне смешно потому что я столько времени на ютюбе что если меня кто-то как-то хочет зацепить нет этого не будете просто блокирую поэтому сейчас возможно мне напишут о открыла там америку все это знают и сам я просто как бы от себя добавляю чтобы я делал таких ситуациях все так что выдыхаем и можем не тратить время на написание комментариев если не хотите попасть в блок в бан все так дорогие друзья показала рассказала изделиями я полностью довольна на каких спицах она не сказала вязала основное полотно я вязала на спицы четыре с половиной получилось так что рукава я вязала на спицах номер четыре принципе никак это не повлияло на мою плотность ничего от этого хуже не стало мне главное что мне главное было не сузить тело потому что по телу должна быть свободно облега свобод облегания там есть животик небольшой но чтобы все было хорошо сидел а вот рукава можно принципе было немного и заузить а по рукавам еще не сказала забыла вам сказать что убавки я делал по стандарту в каждом седьмом ряду такие рукавчики получились и резиночка два на два да об этом как-то не подумал так получается все аккуратненько подрезы все изумительно и вот мои у бабочки потому что только что снимала мастер-класс в виде описания на джемпер там я убавок не делал по рукавам и здесь как бы забыла вам и сказать вот так серый цвет мне кажется здесь хорошо смотрится как вы считаете можно написать свое мнение но мне нравится и думаю что заказчику тоже джемпер понравится и будут носить с большим удовольствием так вроде бы все он рассказал так спицы сказала основное полотно это четыре с половиной рукава 4 почему так получилось это не мастер-класс разу скажу просто как бы разговорное видео история вязания а так смотрите у меня четыре с половиной было номер спицы спицы были извините же заговариваю спицы были с набором но лески для этих спиц уже закончились то есть я принципе могла скрутить их дать взять другую леску и начать взять рукава здесь стоперы поставить по телу потому что дело еще как бы не закончил вязать перешла на рукава но так как у меня не было тросиков запасных я этого не смогла сделать у меня была свободна четверка несъемных спиц чаку то есть обычных круговых и я взяла их и все отлично получилось рукавчики вышли немного немного поплотнее но совсем там что там пол размера тех спиц там но вообще здорово я очень рада что это пряжа нашла свое применение потому что как только я заказала я хотел вязать для себя потом начала уже набрала горловину поняла что мне не нравится и мне здесь тоже как бы не очень нравилось но уже когда были связаны рукава было связано практически тело когда все всецельно на это смотришь вот уже тогда понимаешь что выглядит неплохо и даже хорошо а как только начинаешь вязать ну какие-то сомнения все-таки закрабивались в голову и вот я взяла только один моточек год назад чтобы связать горловину потому что я там видела данный цвет а чтобы взять полноценное изделие я тогда вообще даже об этом не думаю поняла что черный цвет для этого не подходит серый да он просто изумительный он потрясающий и я в таком цвете вязала себе шар слава богу что связала ну вот видите пряжу сняли с производства очень очень жалко кому-то нравится кому-то нет кто-то пишет что колется конечно колется потому что здесь составе есть альпака но я уже вязала не один раз эту колкость можно пережить если вы конечно за комфорт и против любого дискомфорта если вы хотите прям чтобы вам было очень 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 удобно и вы не станете терпеть какие-то неудобства конечно капряжа вам не подойдет но я все-таки ссылаюсь на то мнение что когда колется разгоняется кровь и теплее становится я все-таки за это чтобы было тепло потому что когда холодно уже все равно коль будет колоть не будет главное согреться поэтому я не говорю что постоянно носить у меня этот пух постоянно доставал на кухне особенно вот позапрошлой зимой я была в джемпере у меня был джемпер в коричневом цвете я конечно уже его списала уже не ношу уже выбросила потому что его нещадно стирала машинки но я знала что если вдруг что смогу себе связать другой может другой пряжи так вот этот пух альпаки он летал везде вот просто он конечно сыпется но это можно конечно все продуть выстирать там щеткой снять это конечно все можно и еще такое бытует мнение что если сыпется если конечно не норка не ангора то можно взять спицы поменьше вязать поплотнее тогда он будет на своем месте не будет высыпаться и летать везде но это не пробовала поэтому я продую это феном все и думаю что будет все в порядке тем более мужчины очень редко делать что-то на кухне потому им как бы все равно главное чтобы тепло было все дорогие друзья рассказала вам все подробненько поэтому если у вас есть желание вяжите вы даже себе можете связать такой джемпер а если у вас еще запасах есть пряжа элизе альпака ответ потому что это моя любимая может конечно кому то не нравится это ваше мнение я его уважаю желаю вам побольше свободного времени на вязание и главное главное берегите себя всем пока а